Аргументы и факты за 30 сентября. Это московское издание, которое вышло на всю страну. Мне уже звонили из Владивостока, Перми, Уфы, Челябинска. Поэтому сейчас этот номер аргументов и фактов вы можете еще приобрести в Хиосках или где-нибудь в метро. Я здесь впервые рассказал об уникальных фактах, которые были строго засекречены. Как вы знаете, для каждого из нас имя Есенина было в нашей жизни по-разному, разного для каждого отсчета. С этой точки, с которой мы вдруг увидели вот этого языкотворца, носителя русского языка и носителя той образности, где сочетались и старообрядческие мотивы, и глубочайшие знания природы. И то чувство, которое, конечно, дается только Богом, замечательному таланту, каким был Есенин. У меня первое мое впечатление от стихов Есенина, не удивляйтесь, было впечатление от его автографов. Почему? Эти стихи, которые Есенин дарил моему отцу, сохранялись в нашей семье. Так же, как фотографии. Например, фотография оригинал Есенина и Клычкова хранилась в нашей семье. И вот, читая эти автографы, а автографы у меня снова пьют, здесь дерутся и плачут. Мне осталась одна забава – пальцы в рот и веселый свист. Вот эти автографы. Я вглядывался в них, пытался в этой энергии почувствовать то, что было в душе у самого поэта. То, что он хотел и должен был выразить. Слово Бог и благодать там с большой буквы. Что касается записей Есенина на восковых валиках, я их переписывал у Сергея Игнатьевича Бернштейна в Москве. То, что мы сейчас слышали, это одна из этих записей. Когда я был в паритлагере, у меня был срок 10 лет, мне в Мордовии передал отец пластинку с записями голоса Есенина. И вот однажды она зазвучала, эта пластинка, когда мы отмечали день рождения Гумилёва. Это было потрясающее совпадение. То есть двух поэтов свела эта эпоха в лагерном зале. А песню Антоновская, Тамбовских повстанцев, мне отец, который хорошо владел гитарой, впервые исполнил только в 54-м году. Тогда все молчали. Это сейчас гласность, свобода слова. Все молчали. И эту песню я потом оставил в лагерях. А потом, когда мы делали фильм с Виктором Сергеевичем Провдюком о гостинице Англитер, он туда поставил исполнение мною этой песни. Откуда мой отец знал эту песню? Они встречались с Есениным и Клюевым. И Клюев напел этот, напел Брауну. Вот так. Так что через всю мою жизнь, конечно, прошло имя Есенина, его неповторимый дар, его связь с тем сокровенным, коренным, без чего русского поэта нет. А у него было его главное чувство Родины, чувство малой Родины, конечно, и чувство той России, которую он понял только по контрасту, побывав в Америке, в Европе, он тогда понял величие России и стал ее воспевать с новой силой. Но, конечно, Есенина в нашей семье пели. Конечно, у меня целый ряд песен на стихи Есенина, но я сейчас закончу стихотворением, которое так и называется. В семье моей пели Есенина. В семье моей пели Есенина, Насложенный жизнью мотив. Свела там черемуха, вспенена. Плыл месяц над купами ив. Там сыпала звонка тальянка, Клен-сторож в снегу застревал. Там тройка летела с гулянки, Сквозь плач и кабацкий скандал. Отец мой, гитару нас троя, Звал мать, струны тронув едва. И так на три голоса, трое, Мы пели, все помня слова. Еще заглушал эти песни Казнящего страха запрет. Но тем был смелей и чудесней, Напев моих лагерных лет, Когда возле псов, автоматов, По тюрмам, все вдаль, на восток. Я пел даже тем, Кто когда-то тянул за Есенина срок. Пытались, питались легендами все мы, Той славы с ума нелегка. Ему вслед стихи и поэмы, Написаны кровью ЗК. Напевны лады, их чуть троньте, Всяк слух их напевностью пьян. Отца-брат погибший на фронте Есенина пел под баян. Напев этот жив, не иначе. А там, в эмигрантском краю, Поют, пьют, дерутся и плачут. И Русь вспоминают свою. Как ветер, безвестное пение, Взлетает над золотом Нив. Петь будет Россия Есенина, Насложенный ею мочек. Николай Николаевич, Браво! Узнаете все, почему гроба Есенина нет в могиле.